У нас нет такого превосходства в воздухе, чтобы постоянно висела над полем боем российская авиация, которая бы пресекала, вот что-то шевельнулось, сразу туда что-то прилетело. Или снаряд прилетел по наводке, или там бомба, ракета с вертолета или самолета. Такого близко нет. Кстати, это та же самая проблема, которую много раз я озвучил. У нас по факту отсутствует современная тактическая авиация. А что такое современная тактическая авиация? Уже говорю об этом. Это большое количество беспилотных ударных аппаратов. Малой, средней и большой дальности. Если бы у нас было несколько тысяч таких аппаратов, хотя бы действующих, вы не поверите, насколько бы изменилась ситуация на фронте. Она бы изменилась кардинально. Когда, условно говоря, каждую машину, которая движется по дорогам, тут же засекал бы или разведывательный, или ударный беспилотник, и туда же прилетал бы корректируемый снаряд, или тоже даже просто гражданский вот этот небольшой автомобиль, где сидят военные, обнаружив и определив, что там сидят военные, расстрелил бы легкий беспилотник просто легким боеприпасом. Или легкий беспилотник самоубийца. Так воевали США в Сирии и в Ираке. Они уже так воевали. У нас ничего этого нет. За что, скажем, отдельное большое спасибо нашему замечательному фанерному маршалу и его замечательной команде эффективных менеджеров, благодаря которым мы пришли в войну с танковым биатлоном, но абсолютно без современной тактической авиации. Конечно, рыба гниет с головы. Если рыбу оставить, голову оставить, как вот у нас коней на переправе не меняют, то есть если у нас по премию Сергей Кужугетович будет рулить, то вряд ли, конечно, что-то получится. Во главе надо ставить в первую очередь. Людей, которые будут отвечать за свои действия. И уметь будут отвечать. Профессионалов. Таких, я думаю, можно найти. А основную массу менять и смысла нет, и возможности. И некогда действительно менять. Если в РФ ведут военное положение, могут ли власти использовать его параллельно в своих целях внутри страны для построения электронного концлагеря? Если в стране будет введено военное положение и частичная мобилизация, то властям придется забыть про все непопулярные решения от слова совсем. Если они хотят выиграть войну, а не получить смуту до того, как победа будет одержана. Хотя я не сомневаюсь, что такие гении, как Собянин, или кто у нас там в Питере-то, Беглов, они могут устроить вообще все, что угодно. Это конкретно просто люди, свихнувшиеся на деньгах и на абсолютные западники. Могут попытаться, могут. Но заметьте, у нас ковидная истерия как-то сошла на нет одновременно с началом специальной военной операции. Пытаются, да, активно пытаются вредители, я считаю, что это чистые вредители, которым надо очень старательно подойти к соответствующим органам, посмотреть на них повнимательнее, скажем так. Пытаются постоянно ее раздуть. Но это чистое вредительство, это саботаж, это работа на врага. Нормальная власть, нормальное военное командование никогда, военно-политическое, вернее, руководство, никогда не будет создавать себе дополнительные трудности в тылу, пока не одержана победа на фронте. А вот чтобы ее одержать, там столько нужно тоже провести и других людей в том числе во власти. Дебилы, в значительной степени откровенные вредители у нас во власти. На очень многих важнейших постах. Да, пока от них не очищены эти посты, у нас ничего хорошего не срастется. Вот Казахстан сейчас заявил, что будет делать огромную армию. Но опять же, не против киевского режима и не против НАТО. Он будет делать ее против Российской Федерации, это уже понятно. И, собственно, чему удивляться, если Такаев, это человек, который, как говорится, свой у Сороса просто. И всегда это было известно. О чем думали в Москве? Ну вот, не знаю. Это вопрос к Лаврову. Вот один из людей, который, я считаю, что пока вот это существо возглавляет наш МИД, то у нас будут одни только, нас будут обманывать, все кому не лень, поскольку, ах, обмануть меня несложно, он сам обманываться рад. Несут ли для России угрозу решения Мадридского саммита и присоединения Швеции и Финляндии к НАТО? Естественно, они усиливают блок, который фактически открыто объявляет нас враждебным государством для себя. Если, допустим, против вас выступает 50 человек, если к этой 50 присоединяются еще, допустим, двое, то опасность для вас вырастает. Или нет? Я считаю, что да. Швеция не самая слабая страна ни в плане населения, ни в плане военной промышленности. Военная промышленность у нее, ого-го, и флот такой неслабый у нее есть, по крайней мере, для Балтики. Да и Финляндия, извините, находится, сколько от Санкт-Петербурга там расстояние-то? Даже с учетом того, что Сталин отвоевал? Очень небольшое. Это и плацдармы, и люди, и техника. И необходимость создания нового, абсолютно нового правого фланга наших вооруженных сил в европейской части России. Конечно, несет угрозу. И немалую. А тот, кто отрицает, ну, он либо, опять же, либо пропагандон, либо дурак. Спровоцировать ядерную войну с НАТО, ну, это, во-первых, это гарантированный путь к самоуничтожению. Когда какие-то дебилы в интернете пишут, ну, как правило, это дебилы наемные, типа, весь мир в труху, давайте, типа, ударим по НАТО по Соединенным Штатам ядерным оружием. То есть, кроме как, если они пишут это сознательно, то и с ними надо с психиатром работать. Их надо на учет таких брать. А если они пишут это вот, как бы, по заданию, надо искать, кто им такое задание дает. И разбираться с ними с точки зрения спецслужб и правоохранительных органов. Спровоцировать войну с НАТО неосторожными действиями, ну, это самое, может быть, худшее, что сейчас можно сделать. Мы должны очень четко обозначить границы, я так понимаю, что они как раз сейчас обозначаются, те границы, в которых мы будем вынуждены применить силу против непосредственно частей соединений техники НАТО. Я полагаю, что эта граница, это ввод войск НАТО на территорию Украины. В чем разница между мобилизацией и добровольцами? При мобилизации люди пойдут, а куда они денутся? По закону пойдут. Мобилизация, еще раз, тысячный раз повторяю, это не то, что каждого на улице схватили и потащили в призывной пункт. Нет. Мобилизация и военное положение, они очень четко связаны. Они обозначают, что сегодня ты подписал контракт на три месяца, допустим, а завтра тебе расхотелось воевать, потому что рядом кого-то убило. Сплошь и рядом так и происходит. Потери большие на этой войне. Так вот, ты теперь не сможешь разорвать контракт, потому что ты его разорвал, тебя тут же мобилизуют и поставят строй вообще бесплатно. А если ты откажешься, военно-полевой суд вон сидит или в штрафную роту, или там при особо жестких случаях, если ты еще сопротивляешься и расстрелять могут. Это правильно. Так всегда воюют и будут воевать. Иначе воевать нельзя. Наши сейчас пытаются воевать по-другому. Получается, откровенно хреново. Даже неплохо. Хреново получается. В чем я подозреваю сознательное вредительство со стороны ряда наших военачальников? Включая фанерного маршала лично. Потому что он должен бегать к президенту каждый день и требовать мобилизации. А если эта мобилизация не произведена, значит, он должен подать в отставку, если он честный человек. В чем, собственно говоря, у меня никаких сомнений нет в обратном, вернее. Есть факт. Сейчас наступление ведется на фронте от Авдеевки до Маринки. И все. Это факт. Самые укрепленные пункты. Возможно, будет после вот сейчас занятия ТЭС Светлогорской и Нового Луганского, возможно, сейчас тот же самый Вагнер начнет бить где-то еще в другом месте. Но, опять же, там возможности ограничены. Там, скорее всего, будет атака где-то вот по линии Северск, Солидар, Артемовск. Все равно никакого на самом деле разницы это не имеет. Даже взяв всю линию от Солидара до Курахова, мы встанем перед следующей укрепленной линией по линии Славинск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, Селидова. Все. Тут вопрос не в том, где надо сосредоточить удар. Опять же, не мне это решать. Еще там, опять же, рельеф там совершенно разный. Могут быть совершенно разные варианты. Тут, чтобы что-то такое предлагать, надо сидеть над картой, просто, зная состояние своих войск, ну, если не до человека, то близко к тому, чтобы планировать такого рода операции всерьез. Учитывать погоду, учитывать силы противника, миллион факторов надо учесть. Ну, не миллион, но десятки, если не сотни. А так, это рассуждать бесполезно. Я говорю в целом, стратегически это тупик. Даже с очищением Донбасса война не закончится. И искать победу, штурмуя в лоб вражеские укрепления, на мой взгляд, неправильно. Технику они много захватили, к сожалению, на так называемом первом этапе специальной военной операции. Развивавшимся, если верить господам типа Сивкова, строго по плану и даже с опережением графика. Ну, не только Сивков. Сивков мелочь. Всего лишь пропагандон. Я о нем лучше думал. Вот. К сожалению, такие слова мы услышали из людей, намного больше облеченных властью. Он вообще не облечен. и имеющих возможность вещать на всю страну. Очень много техники было потеряно. Современной. И не я об этом первый сказал. Ее в основном бросали из-за того, что она осталась без снабжения. Ни горючего, ни боеприпасов. То есть, людям надо было думать о том, как выходить из окружения на своих двоих. Многие выходили. Некоторые в составе частей и подразделений. Кто-то даже в одиночку или малыми группами. Ну, вот так вот. А может, рассчитывали вернуться. А может, кто-то не подумал. В столь стрессовой ситуации войска, которые оказались морально не готовы, что им придется всерьез воевать. Ну, не с солдат и офицеров надо спрашивать. С генералов надо спрашивать. Начиная с самого главного нашего генерала. А самый главный наш генерал, пока не начата война, пока не создана ставка верховного главнокомандующего, это Сергей Кужугетович Шойгу. Он, как министр обороны, руководит специальные военные операции. Именно он. Давайте начнем спрашивать с него. Способность идти на компромиссы, разумные компромиссы, это непременная и обязанность, и свойство любого нормального политика, любого нормального просто руководителя даже. Человек, не умеющий идти на компромиссы от слова совсем, ну, он не пригоден практически ни к чему. в большом макромасштабе, по крайней мере. Попри все, мы, шановні глядачі, обов'язково вистоюм, або разом и сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.